И вот-вот сердце рванет и мой последний полет. Меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Хитбасты и Смоки Мо под названием «Финальный матч» был выпущен 26 октября 2015-го. Однако осмыслить содержание трека игроки имени в футбольной Тюмени смогли только спустя 3,5 года. Впереди у сибиряков решающие встречи с московским КПРФ, которым они готовились на протяжении 6 дней в местном спортивном комплексе «Центральный». Задача на сезон выполнена. Но несмотря на это, абсолютно каждый из тюменцев желает примерить медаль с золотым отливом, на которой будет красоваться цифра 1. Для чего необходимо сделать качественный и самый главный рывок в сезоне – победить в финальной серии КПРФ. Если бы все подопечные Игоря Путилова были единороссами, награда сама бы нашла чемпионов. Но на политические тонкости происходящего сибиряки в грядущих встречах оглядываться не станут. А потому во время ежедневных тренировок Артем Антошкин и компания досконально разбирают уже сыгранные матчи с московским клубом на теоретических занятиях. И нарабатывают домашние заготовки на родном паркете. Да, мы выполнили задачу, которую нам ставили на сезон. Но я считаю, что задачи не выполнены по той простой причине, что в финале нужно именно бороться за золото. И раз мы дошли, сделали этот шаг, нужно его, как говорится, сделать последний. То есть победить в финале. Однажды уже став первым, ты уже вторым никогда не захочешь быть. И в принципе, я считаю, что лучший враг хорошего. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы быть лучшим. Лучшим именно в чемпионате. Только так можно и прогрессировать, и расти. Я по-другому, другого я не вижу выхода. Победа близка, и пусть меня не верит никто, но я готов поспорить с судьбой. В сотый раз, как и сто раз, до этих старт. Земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот, вот сердце рванет, и мой последний полет. Меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, и пусть исчезнет страх, и смысл рисковать. Ну, говоря словами тех же хоккеистов, и хоккейного, и вообще плей-офф, в плей-офф травм нет. Поэтому все будут, я думаю, кто в заявке, будут готовы к тому, чтобы играть в финале. За исключением Ильдара Ногуманова, который в Климовск не полетит из-за повреждения. Обе игры начнутся в 21.30 по тюменскому времени. Сибиряки отправились в Москву сегодня. Футболисты, а также тренерский и административный штаб команды по традиции разместятся в гостиничном комплексе «Джунгли». Он располагается в пяти километрах от универсального спортивного центра «Юность», в котором возьмет старт финальная серия. Вторая в сезоне для нашей команды. Кубок России мы уступили «Газпрому» Югре. Довольствоваться еще одним серебром для кого-то, может, было бы подсчетно. Только не для Тюмени. «Есть небольшое, так скажем, ощущение такое, что меньше давления присутствует. То есть мы должны играть уже на победу. То есть, как бы, вылететь уже мы никуда не можем. Мы можем только выиграть. И, конечно, мы хотим выиграть. И это чувство нас больше подстегивает к тому, чтобы победить. И я думаю, никто не останется равнодушным в нашей команде. И все думают точно так же. Только первое место, только победа». Спасибо. Спасибо.